В эфире экстренный выпуск «Не все так однозначно». У нас на связи Александр Освобожденов, который недавно погиб в бою с геями, но узнав про мобилизацию, не мог не прокомментировать ситуацию. Как вы себя чувствуете, Александр? Несмотря на то, что представителям гомосексуализма удалось воспользоваться пистолетом, как огнестрельным оружием, чувствую себя хорошо. Один раз в баньку сходил, как заново родился. Как вы относитесь к тому, что была объявлена мобилизация? Действительно ли была необходимость в этом? Для меня это потрясающая новость. Теперь поучаствовать в победе и сделать свой вклад в русский мир смогут не только профессиональные военные, но и рядовые граждане нашей страны. Это действительно необходимость. У нас оказалось не так много зэков, как хотелось бы. Но, с другой стороны, таких ценных бойцов никогда не бывает много. Зэки – это элита нашей армии. У них уже давно армейский распорядок дня. Мужики, привыкшие, свое дело знают. А как сейчас проходит мобилизация? По последней информации, на фронт принудительно были отправлены 222 тысячи добровольцев. Многие при вручении повесток оказывали сопротивление, что говорит о том, что мы имеем дело с настоящими бойцами. Мне известно, что некоторые личности скептически относятся к мобилизации, даже называют ее мобилизацией. Я вас уверяю, что никакой мобилизации не будет. Мы не для того захватываем новые территории, чтобы занимать их кладбищами. Даже поговорка известная есть. «Где погиб, там и пригодился». В качестве удобрения. Некоторые личности, как вы выразились, не просто скептически относятся к мобилизации, но и покинули страну. Вашим способностям не видеть истинную суть вещей в простейших ситуациях можно только позавидовать. Грузия, Армения, Казахстан, Финляндия, Турция и так дальше – это территории, которые прямо сейчас оккупируются нашими согражданами. «Уже захвачена вся жилая недвижимость в столицах, риэлторы дезориентированы, они никогда в жизни не сталкивались с таким количеством денежных средств. Гражданское общество в данных псевдосуверенных государствах окончательно сломлено и капитулирует в ближайшее время». Президент недавно объявил военное положение в четырех новых субъектах Российской Федерации. Не говорит ли это о том, что поторопились с присоединением? «Прошу прощения, сменил место дислокации с целью мочи и спускания, благо есть на что прикрепить телефон». Но это лирика по вашему вопросу. Жители данных республик только переехали в нормальную страну, но называть эти земли России в полном смысле этого слова пока что нецелесообразно. «Требования высокие, нужно соответствовать. Для этого нужно пройти ритуал посвящения, который включает в себя такие процедуры, как введение военного положения, уничтожение предателей, которые издеваются над войной, называя ее словом «вина», превращение в пепел инфраструктуры и жилых помещений, каждый кирпич которых пропитан фашизмом. Из этого пепла, в свою очередь, возродятся нормальные и здоровые российские республики». Ну и одно из важнейших событий последних дней – взрыв на Крымском мосту. Есть что сказать по этому поводу? «Сказать при желании можно про что угодно, другой вопрос – стоит ли?» Ни для кого не секрет, что российские солдаты испытывают недостаток мотивации на этой войне. Основная причина – сокрушительная слабость украинской армии. Идея «взорвать Крымский мост» принадлежит мне. Ее удалось донести до высшего руководства страны. Таким образом, Россия потерпела хоть какой-то урон и почувствовала сопротивление. Это прививка Александра Освобожденного для поднятия боевого духа. Насколько вероятно применение ядерного оружия со стороны Российской Федерации? Вероятность настолько же высока, как то, что третью волну мобилизованных будут вооружать дубинами. Около 98%. Тем не менее, несмотря на все успехи, о которых вы говорите, в ВСУ успешно наступают и отвоевывают территории. Вооруженные силы Украины действительно в панике наступают, слишком громко об этом кричат, потому что победы им не свойственны. Для России же победа – это обыденность, как дышать. В феврале мы с вами задержали дыхание. Представьте, какой потом будет вдох. Если поменьше читать новости и оперировать сухими фактами, то я не вижу угрозы вокруг. Вот я смотрю по сторонам – лево, вправо, вверх, вниз. И нигде не вижу Зеленского. Спасибо, Александр. До свидания. Всего доброго. Рекомендую сохранять бдительность и каждые 15 минут проверять помещение на наличие Зеленского. Это был экстренный выпуск. Не все так однозначно. Спасибо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...